Ассоциация туроператоров России назвала Крым самым бюджетным местом отдыха в конце мая и в июне. Аналитики организации посчитали, что путевка на двоих за 10 дней будет стоить 23 тысячи рублей с учетом перелета. Вопросов к этому исследованию много. Ведь если зайти на сайт booking.com, за эту сумму можно снять разве что палатку или маленький номер эконом-класса. Мы решили зайти в севастопольский отель, апартаменты и хостел, чтобы узнать, какая ценовая политика и условия проживания ждут туристов в ближайший месяц. С 10-го и с 10-го они будут уже за 7500, правильно, не за 6? Нет, они будут за 7. За 7? Да, те будут за 7, а не по 6500. Даже если на 2 недели, то может даже чуть ниже. С 102-го по 10-е. И сколько по цене? Что там вообще? Этот номер 3000 получается. 3000? Да, без потеления, то есть это получается семейный номер. Там двухспалка и двухъяруска, но двухъяруска, они только потелятся к ним не будут. Итак, 10 дней проживания на двоих. Хостел с общим санузлом и кухней – 30 тысяч рублей. Апартаменты без завтрака – 70 тысяч. Гостиница с завтраком и спа – 129 тысяч рублей. Жалобы на то, что порой цены завышены, чем то качество, которое получают туристы. Мы их тоже получаем и в том числе работаем с нашим туристическим сообществом. Но достаточно сложно императивным путем влиять на цены. Заставить кого-то изменить стоимость, если это не будет государственное регулирование. Ну, это сложный процесс, а может быть даже и невозможный. Согласно официальным данным, гостиницы до трех звезд и ниже на конец мая и июнь заполнены больше, чем наполовину. Отели уровень стандарт и выше заняты на 95%. Такую загруженность обеспечивают программа кэшбэка для туристов, отдыхающих на территории страны, и закрытые границы с зарубежными курортами. Правда, им севастопольский сервис в соотношении цена-качество не конкурент. Если сюда к нам на территорию зайдут международные гостиничные комплексы с их стандартом, с их подходом, то в течение двух-трех сезонов мы догоним. Но если этот процесс будет тормозиться, соответственно, наше население точно так же не будет сильно меняться под это все. Для улучшения сервиса в сфере туризма с конца 2019 года в городе действует программа «Гостеприимный Севастополь». Сейчас по его стандартам работает 86 объектов. Бесплатно вступить в проект может любой бизнес, который работает с гостями города. Мы стараемся нашим туристам рассказать сначала о тех участниках, тех партнеров, которые в этой программе. Почему? Потому что мы уже на какой-то процент уверены, что они, по крайней мере, понимают, что такой уровень гостеприимства. Как сообщают известия, стоимость отдыха в Крыму по сравнению с майскими праздниками упала на 40%. Это стандартное поведение ценовой диаграммы на конец мая-начало июня. На полуострове этот промежуток считается межсезоньем. Наплыва туристов ждут в июле-августе. На это время гостиницы Севастополя уже заполнены на 85%. Главное, чтобы гости города оказались довольны и потом вернулись снова. Ведь границы закрыты не навсегда. Дарья Серополова, Илья Косинков. Новости Севастополя.